Всем привет! И я только что вернулась из магазинов и хочу вам показать, что я купила для дома. У меня стоит здесь большой пакет из зарокул и начну вам показывать. Первое, что я достаю, это две корзиночки плотные. Планирую я их поставить в ванную. Стоили они 499 рублей, стоят 249 рублей, то есть 50% скидка на них. Очень интересно, да? Сейчас везде начинаются скидки и я, соответственно, решила воспользоваться этим предложением, потому что в Зарахом очень быстро все разбирают, прям какой-то ажиотаж. Следующее, что я купила, это пледик. Он на камере выглядит немножко посветлее. Он такого серого цвета. Это, правда, искусственный материал, но он такой мягенький. Прям хочется в него укутаться, обнять его и спать под ним. На него тоже была скидка 50%, стоил 1600, сейчас стоит 800. Там есть еще такой белый, но я решила практичнее будет взять немножко такой сероватый. Он все равно не темный. И нам главное подходит под интерьер. Следующее, что я там взяла, это два чехла на подушке декоративные. Они такие блестящие, переливающиеся и прошиты какими-то ромбиками, какими-то узорами. Приятный цвет. Сзади они просто вот как будто шелковые сделаны. Поскольку декоративные подушки у нас выполняют не только декоративную функцию, а иногда хочется на них полежать и отдохнуть, то для меня было очень важно, чтобы материал был приятный и легко отстирывался. У меня здесь нет ценника, но именно эти наволочки из новой коллекции, то есть они шли без скидки. К этим наволочкам я купила две подушки. Стоили они, здесь только цена в евро, 4,99 евро. Скидок на них нету. Но мне очень нравится, что подушки эти плотно набиты. То есть, когда на них одеваешь наволочку, подушка такая пухленькая получается. И материал у этих подушек синтепон или полиэстер. Ну то есть, не перо. Это тоже было очень важно, потому что сейчас у нас перьевые подушки. Из них начинают лезть перья и они колются. По скидке я купила еще две наволочки и две подушки вот такого вот сиреневого цвета. Стоили они 800 рублей. Сейчас стоят 500 рублей. Цвет немножко искажается, но они такого красивого сиреневого цвета. И мне понравилось, как они будут смотреться вместе. Это 100% лен. Подушки будут дышать. На них также приятно спать. В общем, мне понравилось. Главное, подходит по цвету. И следующее, что я там купила, это мыльница для жидкого мыла. Она сделана из стекла. Она такая увесистая, достаточно тяжелая. Мне это нравится, что она будет стоять. Так солидно смотрится. У нее большая помпа. И внутри, видите, круглое маленькое пространство для самого жидкого мыла. Это из новой коллекции шло. Единственное, мне не нравится, что приклеены ценники везде. Их достаточно тяжело оттирать как-то под горячей водой или ацетоном. Мне не нравится эта процедура отзирания. Могли бы как-то придумать по-другому. Но это единственное, что мне не нравится. И второе купила мыльницу тоже стеклянную. Стеклянную из этой же серии под обычное мыло. Она как бы сделана квадратная, а под мыло здесь круглый вырез. Тоже она так достаточно массивно смотрится. У нее красивая гранка. И что хорошо, что стекло легко моется от мыла. Отмывается от мыла не так, как пластмасса. Это были все мои покупки за руком. И в следующий магазин я пошла в H&M. Там я купила не так много. Первое, что я купила, это вот такую корзину, на которой написано Storage. Купила ее для того, чтобы в ней хранить картошку и лук. Снаружи она сделана как будто под мешковину. Но внутри она пропитана каким-то материалом. Что песок, который будет с картошки сыпаться, еще что-то. Он не будет просыпаться на пол. И там если какая-то грязь, это все на пол не прольется, не просыпется. И также ее легко изнутри мыть. Видите, она глянцевая внутри. Это меня тоже очень порадовало. В H&M тоже скидки. В домашнем отделе тоже. И там я купила 4 наволочки для декоративных подушек. Купила 2 фиолетовые. Такие темно-фиолетовые. Под шелк сделаны. Их погладить. Они будут очень красиво блестить на подушках. Стоили они по 80 рублей. Если что, не жалко выкинуть. И купила 2 такие наволочки уже 50 на 50. В спальню. Они розового цвета. И спереди сделаны как будто тоже мешковина какая-то. Но они очень мягкие и приятные. И стоили они 150 рублей. В общем, цены прекрасные, мне кажется. Ну вот и все мои покупки для дома на сегодня. Побегу я скорее все это распаковывать и расставлять. И спасибо большое за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.